Гродил 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 ПЕСНЯ 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 В финале я должен сказать, что актер, с которым вы встретитесь сегодня, человек чрезвычайно загадочный. Он играет самую разноплановую роль. В этих краях он не похож, абсолютно не похож на себя, но в жизни он предпочитает быть замкнутым. Он считает, что актер должен быть загадкой, он не раскрывает свою душу. А вот эта загадочность нашего гостя позволяет нам загадать еще некое условие для всех наших сегодняшних заданий. Итак, авторы всех литературных произведений, которые будут сегодня упоминаться, имена этих авторов связаны с некой загадкой. Первое задание. Назовите мне, пожалуйста, способ некого возвращения, описанный в одном из произведений русской литературы, с автором которого связана некая загадка. Возвратился ли этот герой из дальних странствий? Из дальних. Вас интересует, возвратился ли этот герой или возвратился ли он из дальних странствий? Нет, возвратился ли этот герой из дальних странствий? Два вопроса, ладно, давайте на один. Да, далеко ли он уезжал? и долго ли он отсутствовал нет это да далеко у этого героя есть дети произведения да они попал ли герой с корабля прямо на бал нет возвращение героя было долгим я думаю что да если он уходил далеко то и возвращался долго не были эти дети девочки нет этого героя дома очень ждали близкие люди до жена ждала и жена пересекал ли герой во время своего возвращения водные преграды да можно попробовать ответить пожалуйста аплодисменты по моему это афанасий никитин хождение за три моря эти водные преграды были реками да а среди этих рек не было ли река сена скажите пожалуйста не привез ли он подарка своей возлюбленной лучший подарок возлюбленной это возвращение возлюбленного были у этого героя музыкальный инструмент у этого героя по моему с собой при себе не был музыкальный инструмент во всяком случае процессе возвращения точно не было в принципе в произведении музыкальный инструмент имеет место не ответить можно можно мне кажется это садко нет нет были ли превращения чудесные с этим героем да заканчивается ли произведение возвращением главного герой домой я думаю да не находился ли этот человек в плену из которого он возвращался находился тогда я пытаюсь ответить пожалуйста может быть это слово полку игореве так дальше допустим допустим а князь игорь возвращается из плена домой к ярославни ярославль это очень хорошо способ какой способ он на коне а потом возвращался в смысле потом когда когда коней загнал соответственно соответственно без коня ну хорошо слово полку игорь игореве возвращение князя игоря из плена ну когда он загнал коня он обратился соколы и возвращался соколом а слуга его волком дал и по дороге надо вам заметить он князь игорь не пренебрегал пищей летя соколом он сбивал гусей и лебедей и ужинал ими браво прошу вас за столик убедите меня хотела еще сказать что вы же ведь говорили что какая-то загадка связана с автором совершенно верно как автор неизвестен автор сам загадка автор загадка правильно замечательно а и и а и Тихо шла, тихо шла вода по колею. Не верили люди истинному Богу, А верили люди поганому Богу. А давали на день все по человеку. Як дайшлося дело до самого кроля. А ведешь ты кроля до старшую дочку. Завяжи ей почки шелковым флорочком. Ах ты, свеча, свеча, да давай же ты мне. Богу помолиться, кресту поклониться. Тихо шла, тихо шла вода по колею. О, тихо шла, тихо шла вода по колею. Ах ты едет, едет беленький малойчик. А не едь, жене, едь, беленький малойчик. Меня не ратуешь, там же ты погибнешь. Ах ты, винул, винул, а все острый меч. Ах ты, снялась звука, задала без меч. Ах ты, снялась звука, задала без меч. Не верили люди истинному Богу. Тихо шла, тихо шла вода по колею. Тихо шла, тихо шла вода по колею. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Присутствие в павильоне Александра Васильевича Куриленко и его театра народной музыки «Балаган» подвигло меня на то, чтобы загадать вам следующее задание, в успехе которого я, в общем-то, совершенно не уверен. Ну, мы попробуем. Если не получится, загадаем другое. Или, может быть, сразу же другое загадать. АПЛОДИСМЕНТЫ Попробуем, да? Хорошо. Я прошу вас назвать мне «Последствия одного возвращения», описанного в одном из произведений русской литературы, с автором которого связана некая загадка. Автора можете не называть. Последствия не были ли ужасными? Нет. Не думаю, что их можно было бы оценить как ужасными. Возвратившимся героем была женщина? Нет. Возвратившимся героем женщина не была. А не пожинает ли человечество плоды это возвращение по сей день? Ну, в какой-то степени пожинает, в какой-то степени. Но я потом объясню, в какой. Нельзя ли назвать эти последствия одним словом «свадьба»? Нет. Вот как раз этим словом, если впоследствии назвать, нельзя. А не возвратился ли этот герой с войны? Пожалуй, да. А этому герою не помогала нечистая сила? Нет. А это все окончилось хорошо или плохо? Я думаю, превосходно. Все вообще кончается превосходно. Был ли этот герой связан... Служили ли они в одном полку? Нет. Раньше, до этого. То есть, кто они, кстати? Возвратившийся герой и один из других персонажей. При котором возвращение этого героя имело некие последствия? Да, да, да. Нет, они не служили в одном полку. Не возвратился ли главный герой на коне? Я не очень точно помню текст. Вполне вероятно, что он возвратился именно на коне. Спасибо. По крайней мере, конец там присутствовал. Пожалуйста. Рождается ли в произведении ребенок? Ну, за время существования, за то время, которое охватывает собой это произведение, произошло рождение, а факты которого в произведении потом упомянуты. У героя были какие-нибудь конфликты с властью? Наболевшие вопросы. Думаю, что нет. Потому что его служебная карьера продвигалась, как мне кажется, успешно. Или же, возможно, у него были конфликты с властью, но тем не менее, вопреки этому, он рос на служебной лестнице. Пожалуйста. А возвратился ли герой с победой? С победой? Ну, приятно думать, что да. Давайте, поскольку об этом ничего не сказано, будем считать, что он возвратился с победой. Все знают это произведение, я уверен, все. Как ни странно, кроме меня, потому что я его практически не знаю, но слышал пару раз. Но, тем не менее, думаю, что все присутствующие знают. И поэтому вам остается только отгадатель. В том, кстати, скрытый загадка автор. Ну, прошу вас. Было ли данное произведение экранизировано? Вы знаете, я не думаю, что этому произведению был посвящен целый какой-то фильм или целая специальная экранизация. Но не исключено, что оно доносилось до нас с экранов. Хотя я в этом не убежал. А герой вернулся целым, да, мы не вредимым? Ну, не могу сказать, что не вредимым. Что не вредимым, сказать не могу. Хотите ответить? Да? Хотите ответить? Я думаю, это был дихидон, наверное, да? Или нет? Вообще, в принципе, хорошая версия, потому что загадка автора, несомненно, присутствует. Не знаю только, впрочем, неофициально подтвержденная, но это не так. И так вот произведение, как мы уже выяснили с вами, охватывает, видимо, собой некий достаточно длинный период. Но при этом ни роман, ни повести не навел. И так охватывает некий длительный период времени, за который, во-первых, родились какие-то там дети. Во-вторых, герой вырос по служебной лестнице. В-третьих, последствия были вполне приятны. В-четвертых, Александр Курленко и театр Балаган своим присутствием подсказывают нам, что это за произведение. В-пятых, вы можете не называть автора произведения, потому что можете его не называть. В-шестых, я думаю, что все-таки всем оно вам известно. А упоминалось ли в этом произведении точное количество родившихся детей? Да. Ну, в таком случае, у меня есть версия, что это народные песни, помню, я еще молодушкой была. Когда после этого молодой барин вернулся, уже будучи генералом и весь израненный. Взрыв аплодисментов. Теперь идите сюда. Саша, вы идите сюда. Буэт, пожалуйста. Александр сейчас услышит третий раз эту песню. Я ее буду петь первый раз, и мне вот такое амплуа вроде как в женской роли, наверное, это будет еще смешнее, чем вот то, что было перед этим. Кстати, Александр не на молодушку намекал нам, который он как бы был когда-то, а всего лишь на вокальный характер произведения. Пожалуйста. Ну, конечно. Помню я еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то шла, вечерела, я стояла у ворот. Все вы знаете, что когда вернулся генерал, он молодушку бывшую, а ныне вдову, которой за время, которое прошло в первое его появление, родилось четыре дочки, она уже стала вдовой, а он генералом, следовательно, карьера его росла, поцеловал, и опять она всю ночь не спала и всю ночь чувствовала себя молодой. По-моему, это прекрасные последствия. Что касается, пожинаем ли мы эти последствия сейчас все человечество, пожинаем, то есть по той причине, что мы поем, совершенно верно, потому что мы поем о загадке автора. Было сказано, что это народные песни, я разрешил, я разрешил не называть автора именно поэтому ответ защитным, но песни это отнюдь не народные, в том-то, собственно говоря, и загадка. У этой песни, у этих стихов, которые легли в основу песни, есть автор Евгений Гребенка, поэт, который родился в 1812 году, и кроме того, он автор таких песен, ставших уже народными, как «Точи черные». Итак, в третьей сегодняшней игре вам предстоит назвать некую компанию, в которую попал герой после возвращения, описанную в одном из произведений зарубежной литературы, с автором которого связана некая загадка. Компания. А в компании присутствовала собака? Вы знаете, вообще собака там присутствовала при его возвращении, но она не была членом этой компании. Пожалуйста. Не убил ли этот герой, ну, по крайней мере, часть людей из этой компании? Было ли какое-то убийство? Да. При возвращении убийства было? Не одно убийство, потому что я спросил, часть компании. Не одно убийство? Не одно убийство. Не одно убийство. У меня есть версия. Пожалуйста. Может быть, это Одиссей, который, вернувшись, попал в компанию женихов Пенелопы. Там была и собака. Какая грустная компания, вернуться и попасть в компанию женихов своей жены. Браво, прошу вас. Ну, а загадки, связанные с именем Гомер, я думаю, вам рассказывать не надо. Жил некий слепой старец, говорят, где-то в 8 веке до н.э. в Греции, 7 городов спорят за право быть родиной его. Остальное недостоверно. Остальное недостоверно. Достоверно только то, что о временах, о тех временах, когда на земле действовали, жили языческие боги, путая греческие и римские имена, боги, наделенные теми же страстями и пороками, что и люди, боги, которые путались среди людей. Об этих временах мы знаем только из поэм этого слепого старца, которого принято читать Гомер. Пречистая дева пресвятая, где ты ночь ночевала? Ночевала я в чистом поле, во святой горы в Артепах. Много я снов привидела, Когда тебя чадо спородило, Во пелены пеленала. Папа я сыр уливала, Будь то над рекой над святою, Над святой рекой Иордана, Чуден крест объявился, Будто на кресте чадо распято. Тело кресту пригвождано, Ребра копьем пробожданы. Не плачь, Мать моя Мария, Пречистая, Пресвятая. Внесу лик святой на икону, Снесу икону во церковь. Тебя, Мати, будут умолять, Меня, Христа, вспоминать. Возвращение – это такой мотив, вечный, который присутствует очень во многих произведениях, в том числе и в поэтических. Сегодня мы несколько стеснили себя в выборе, ограничив круг авторов теми, с чем именем связана несомненная загадка. Ну, вспомним, имя автора, слово о полку Игореве неизвестно, загадка Гомера, Евгения Гребенка, его никто не знает, потому что его песни считают народными. А вот сейчас на игру для зрителей условия о загадке авторства снимаются. Я предлагаю вам провести небольшой конкурс политических строк, где так или иначе присутствует тема возвращения, мотив возвращения, слово возвращения. Тот из вас, кто последним в нашем конкурсе прочитает строчки и станет победителем. Прошу, начинаем. Но если вы сейчас будете все напоследок оставлять свое, то мы не начнем. Первому тоже будет приз. Става. Здесь молодежь ее не помнит, вы ее тоже можете, может быть, не знаете. Вернулся я на родину. Так, дальше. А дальше склеротическая память не позволяет. Я помню, хорошо, что даже кто пел, есть пластинка, но текст не помню. Вернулся я на родину, шумят березки с кленами и так далее, и так далее. Вот по аналогии с таким ответом я бы и в качестве призового суперобложку под книги подарил. Не возражаю, суперобложка тоже есть. Я шучу, вы получите полностью. Пожалуйста, дальше. Возвращаюсь с работы, раш представлю из стены. Хорошо, дальше. Я вернулся в свой город знакомый до слез. До прожилых, до детских и пухлых железок. Мандрич там, замечательно. А всего сильнее желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорой победы возвратился ты домой. Если смирь, то мгновенно, если рана небольшая, замечательно. Возвращаться плохая примета, я тебя никогда не забуду. Вознесенский, это прекрасно. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Симон, пожалуйста. Пушкин. Издалече, наконец, возвратился царь-отец. Так, отлично. Так, царь-отец раз. Пожалуйста. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода. Владимир Семенович, в сутки мы еще вернемся тоже. Я вернусь, когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Так, вот жало, хорошо. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по траве. Песня Галича, которая называется «Я вернусь». Когда я вернусь? Я случайно вернулся, но он не сумел. Усоцкий. Мне ответ подвернулся, извините, что цел. Я, конечно. Так что я вот вернулся, 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 но он не сумел. Пожалуйста. Возвращаются все, кроме верных друзей. Кроме самых любимых и преданных женщин. Да, но у нас уже был этот статус из этого же стихотворения. Я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода. Весь в друзьях и делах. Но все равно очень приятно. Пожалуйста. Он вчера не вернулся из боя. Замечательно. Почему все не так? Вроде все, как всегда, тоже небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Пожалуйста. Еще пущего старуха бронится. Возвратите к рыбке, поклоняйся Пушкин. Продяжила пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не сбросить, не продать. Владимир Семенович, замечательно. Пожалуйста. Я возвращаю ваш портрет. Я, люби, вас не молю. В моей душе. Я вернусь домой, обниму жену. Напою коня. Хорошо, что не спутали. Некоторые путают. Рано утром из похода возвратился в воеводу. Очень хорошо. Воевода раз, воевода два. Чтобы умирая воплотиться в пароходы, строчки и другие нужные дела. Товарищ Нета, раз. Товарищ Нета. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. Автор есть? А? За улыбку, приз. Ну, а мы с вами в результате этого конкурса поняли, что возвращаются и лучшие друзья, и самые красивые и преданные женщины тоже возвращаются. Вообще возвращаются. Все вернется, обязательно опять вернется, как поет и пишет Александр Розенбаум. А мне очень приятно, что прозвучало так много строк, принадлежащих Владимиру Семеновичу Усовскому, великому русскому поэту, которому исполняется 60 лет. Как на вольном свету душа царствовала, душа царствовала, душа праздновала. А теперь душа переставилась по велиту душу, да за трету горы, да за трету горы засияла. ПЕСНЯ 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 Познавание Анастасия, Лицей гуманитарных наук, 10 класс. Ткачева Мария, студентка гуманитарного факультета СГУ, специальница психологии. Обращаю ваше внимание, что Мария уже в третий раз подряд выходит в финал. Татьяна Медведева, филолог. Пожалуйста, отгадайте мне. Цель некого возвращения, описанного в одном из произведений из урбежной литературы, с автором которого связана некая загадка. У вас по пять вопросов, задается их по очереди, победитель первого, второго, третьего и так далее. Пожалуйста. Была ли эта цель, целью только возвращающегося человека? Или он это делал для какого-то всеобщего блага? Может быть, это и должно было послужить всеобщему благу, но в принципе это была его цель. Кстати, слово «человек» и прочее, пока мы еще этого не выясняли. Хорошо. Этой целью задалось человеческое существо? Вот это несколько философский вопрос. Действие произведения происходит в 20 веке? Нет. Вплетается ли в нить сюжета какие-то мифические эпизоды? Или вообще, ну не мифические, а волшебные? Пожалуй, да. Это возвращение было возвращением из потустороннего мира? Пожалуй, да. Ну, а это существо, возвратившееся, было мужского плова? Да. Было ли это существо молодо? Что значит «по вашему молодому»? Ну, то есть, даже я по-другому сформулировала вопрос. Существовал ли для этого персонажа возраст, в принципе? Ну, возраст только для женщины не существует. Так что существовал. А была ли целью этого возвращения месть кому-либо? Вы видите, в чем дело. Вы должны цель отгадать. А вы уже спрашиваете, был ли целью то, другое или третье. То есть, вы пытаетесь ответить. Поэтому или отвечаете, если хотите рискнуть, или формулируете вопрос по-другому. Общался ли этот герой после возвращения с теми, кого знал в земной жизни? Да. А при этом возвращении герой беседовал со своим сыном? Беседовал. У меня есть версия. Неудивительно. Ну, может быть, это возвращение призрака отца Гамлета, который вернулся, чтобы рассказать Гамлету о том, кто явился убийцей. И целью было? Чтобы отомстить. Чтобы отомстить. Кротко это было сказано. Браво! Я догадалась, честно говоря, потому что с именем Шекспира тоже связана какая-то загадка. Там литература веда до сих пор спорит, был ли Шекспир или кто-то другой. Да, это самое главное, Шекспир-то был. Да. Был актер и владелец театра «Глобус». Шекспир, которого некоторые называют Шекспиром. Есть вопрос о том, писал ли он пьесу, которую приписывают Шекспиру. Как вы считаете? Безусловно, писал. Замечательно. Благодарная. Благодарная читательница. Ну что ж, Татьяна, у вас вновь появляется шанс стать абсолютной победительницей игры. Вы уже выходили в такой же финал игры 25-й, гостем которой был Йозус Будрайтис, который вам не удалось отгадать. Вы тогда подумали, что приехал до нас с Банионисом, но были недалеки от истины в какой-то степени. У вас есть шансы справиться. Итак, 10 вопросов, чтобы отгадать гостя нашей программы. Кстати, я вспомнил, у нас только что был Гамлет, возвращение призраком. Там, если вы помните, было еще одно возвращение Гамлета, тоже, как ни странно, из пиратского плена. И Гамлет наталкивается на двух могильщиков, которые копают могилу для Афели. Там был замечательный диалог, который очень явно напоминает мне некую пародию на нашу игру. Если вы помните, Гамлет спрашивает первого могильщика, какого христианина похоронят в этой могиле? Никакого, сударь, отвечает могильщик. Тогда для какой христианки ты роешь эту могилу, продолжает Гамлет. Не для какой, сударь, отвечает могильщик. Кого здесь похоронят, следит Гамлет. Того, кто был при жизни христианкой, но теперь она, упокой бог ее душу, умерла, говорит первый могильщик. И тогда Гамлет произносит замечательную фразу. Да чего точно этот плод? Надо говорить осмотрительно, иначе мы утонем в двусмысленности. Задавайте вопросы осмотрительной, Татьяна, потому что я точен как первый могильщик. Пожалуйста, 10 вопросов, чтобы отгадать гостя нашей программы. Русского актера. Этот актер живет и работает в Москве? Живет и работает, хорошо сказано, да. А этот актер, он кроме актерской деятельности, не занимается ли еще каким-либо видом творчества? Ну, можно сказать, занимается. Если вы считаете, допустим, цветковую режиссерскую, считаете? Да. Тогда он режиссер театральный? Ну, работал ли он как театральный режиссер? Пробовал ли с Васильевым? Ну, да. А в качестве кинорежиссера? В общем, да. Не был ли он основателем какого-либо театра? Основателем нет. Основателем нет. Он снимался в фильмах, которые сам ставил? Да. Вот самый любимый момент, мой момент в программе, когда вот этот рокот аудитории, заинтригованный, и некий финалист в роли Гамблета. А мне очень приятно быть в роли первого могильщика, могильщика финалистов. Бедный Юрик. Снимался ли он в фильмах Станислава Говорухина? Нет. Является ли он главным режиссером какого-либо театра? Главным режиссером? Да. Ну, да. И скрип лопаты. Как она оживилась при этих словах. Есть все-таки что-то мистическое в этих финалистах. Ну, а он известен... Он известен? Нет, он известен именно как актер широкой публики. Я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Потому что просто да, как бы это будет. Очень скромно. В принципе, когда он появится, вы можете спросить у него, вы вообще известны? А не занимал этот актер какой-нибудь... Нет, не так. Может быть, и так. Почему? Ну, какой-нибудь высокий пост. Это все зависит от того, какой пост вы считаете высоким. Но мы считаем, мы с актером считаем, что он занимал высокий пост. Еще один дополнительный вопрос. Ну, давайте попробуем вспомнить задания, которые у нас были сегодня. Я не могу сказать, чтобы актер был занят в экранизации или в инсценировке Одиссея, но некие античные темы ее творчества, несомненно, были. Я не могу говорить конкретнее. У нас был Шекспир. Я убежден, что Шекспир один из авторов, который воплощал наш гость. Слово полку Игореве, но я не буду проводить конкретные параллели. Но думаю, что вы найдете их, когда увидите нашего гостя. Помню, я еще молодости был. Вот эта песня, может быть, и не вполне относится. Но там действует генерал. Военный человек, я думаю. Ну, и это имеет отношение к нашему гостю. Ну, он снимался в фильмах о войне. Как вам сказать? Да. Прошу вас, Даня, ваше время истекает. Последняя лопата земли. Станислав Любшин. Нет, вы не правы. Это не Станислав Любшин. Прошу вас. Не является ли этот актер актером и режиссером театра Вахтангова? Как вы думаете? Конечно. Конечно, является. Хором говорит студия. Михаил Ульянов, я думаю. Потому что и Шекспир тут, и Чернота. Намеку достаточно. Гость нашей программы Михаил Ульянов. Я только хочу сказать, что я сейчас видел, как вы мучили Татьяну. Это ж такой тяжелый труд. Смотреть на нее было мне очень трудно. Извините, что так долго не угадывали мое имя. Я думал, вы скажете, что после этого у меня руки не подождите. После того, я мучаю Татьяну. Сегодня темой нашей программы были всевозможные возвращения. Театр хоровой музыки Балаган исполнял цикл «Возвращение блудного сына». У нас были загаданы разные возвращения. Возвращение Одиссея, возвращение из плена князя Игоря. Конечно, это более широкая тема, чем несколько конкретных заданий. Что вы думаете о мотивах возвращения вообще? Я думаю, возвращение – это единственная, может быть, надежда человека, когда он возвращается к прожитому уже времени, в котором находит и поддержку, и причины своих неудач или промахов. Возвращаться в прошлое – здесь сидит в основном молодежь. Для них это еще непонятно. А человек, проживший довольно уже длинную жизнь, возвращается часто в прошлое, в то, что было. И как бы ни было там трудное, сложное, неудачное, тем не менее, это возвращение возможно, а вот что будет впереди – это более сложное дело и более, как бы сказать, тревожное. Что нас ждет? Поэтому возвращаться хорошо, даже возвращаться к воспоминаниям. Смотрите в следующую субботу. Я набиваю ногу, обжигаю ногу, достаю бутылку Наполеона и вью башмак. А он тут же совершенно импровизационно хватает этот башмак и начинает, как из ступеньки, пить этот коньяк. Генеральный партнер программы группа компании «Рулев». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»